Итак, еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Али Халат Гудвин. Мы продолжаем на стриме по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы будем рассматривать все приемы работы с шейно-воротниковой зоной. То есть, в принципе, как я уже говорил, если был бы один прием универсальный, то можно было бы сделать, даже за радио снимаешь, сразу покажу, можно было бы крутануть вот так раз. И у человека прощелкивает все, от черепа до примерно, вот проекция третьего, четвертого, иногда и там до пятого грудного позвонка. Ну, как говоришь, где-то до четвертого примерно. Вот. Но это если человек такой, так скажем, подвижной, шатки, да? Ты на меня иногда показывай. Подвижной шатки, это на меня надо показывать. Можно на тебя показывать. Ну, ты просто снимаешь, даже ничего сейчас не делаешь. Нет, подожди, потом все постепенно. Такому человеку, в принципе, можно все сразу там сделать, да? Или ребенок приходит, то, что мы на спине делали, да? Вот так вот нажали, подагонали, у него сразу там половина позвоночника сразу прохрустела. В принципе, это человеку достаточно. И, ну, таким же, вовремя, да? И бывает, хрустит именно там, где надо, где не надо, оно не хрустнет. Оно там потянется, насколько надо, да? И этого достаточно. Поэтому мы сейчас будем проходить, почему такой тренинг, как бы, более подробно, да? Потому что мы смотрим отдельно. Приходят люди зажатые. Перекосы бывают совершенно разные. Вот я рисовал этот сколиоз, да? Ну, я условно нарисовал, да? Здесь укорочены мышцы, здесь перерастянуты, да? Соответственно, здесь вот они будут укорочены, здесь растянуты. Это только это место, да? А так, на самом деле, везде. С одной стороны, укорочены, здесь растянуты, здесь укорочены, здесь растянуты. И так много-много-много раз повторяется, да? Поэтому мы рассматриваем шею отдельно. Верхнюю часть, среднюю часть, нижнюю часть, шейно-грудной переход. Все по отдельности будем смотреть, да? Будем нюансы смотреть позвонков, там, грудных, там, 2-3 позвонка, да? Крестцового-подвздошного сочинения отдельно, да? Отдельно тазового-подвздошного сочинения, ну и так далее, да? Сейчас мы перейдем к шее. Про шею отдельно скажу, что это наиболее мобильная часть тела. Поэтому она наиболее незащищенная. Как видите, здесь все скреплено ребрами, да? Здесь позвонки толстые, где дополнительные мышцы еще есть, боковые, да? Косые, там, квадратные. Здесь мышц гораздо меньше, за счет этого шея поворачивается практически на 180 градусов. Обычно здорового человека. И в ту и другую сторону, да? Ну, есть такие уникумы, которые гиперподвижные. Чуть ли не на 360 разворачивают шею. Гнется тоже во все стороны она. То есть, по идее, должна касаться ухом плеча и в эту и в эту сторону. У нормального человека подбородка касаться ключицы. А назад, когда экстензию делаем, да? Префлексии. Ключица касается. Перекстензии заточной костью касается седьмого, либо первого грудного позвонка. Это кость. Это нормальный здоровый человек, да? И за счет этого она и страдает. Потому что слишком мобильно, да? Слишком легко ее, как бы, и исказить, изменить, сдвинуть позвонок и так далее. Кроме того, здесь идет артерия, да? Она проникает сквозь все дужки, такие, там, у боковых отростков позвонков есть, да? Артерия свозьми проходит. И если какой-то есть поворот, то она защемляется. Артерия, соответственно, кровообращение в голову меньше. Шейки стороной меньше, полезных элементов меньше поступают, да? Человек страдает. Гипоксия может, мозг даже может быть, от этого развиться. Так, и что мы будем делать с шеей? Будем делать аккуратно, осторожно, сразу подбежавшись, есть такие люди, да, у которых там проблема. Не дай бог еще грыжа. Ну, грыжа, как правило, это в нижнем отделе шеи, да? Между пятым, пятым, шестым, шестым, седьмым, седьмым и первым грудным. Вот тут чаще все бывает грыжа. Соответственно, вот у нас какие приемы? Вот эта скобка обозначена, в верхней части, это массаж, да? То есть мы заранее разогрели, подготовили человека, провибризовали, вот там проколотили, как-то чуть-чуть потрясли, да? И вот после пунктирной линии начинается вот эти мануальные приемы, да? Это прежде всего, это тракция, доходящая до 5-а, преднапряжение, то есть мы дотягиваем его, да? Потом уже в пределе чуть-чуть подталкиваем такие, пока очень легкие. И не возвращаясь обратно, мы делаем уже правку, уже заходим за предел. Либо ротация, либо толчок, либо мобилизация. После этого, как правило, переходим к седьмому пункту, это вытягивание, поколачивание и релакс. То есть нам отглушают шею, обязательно было релаксировать в конце, то есть он должен еще полежать. Иначе, ну грубо говоря, смотрите, если позвонки у человека были криго поставлены, я это просто по-простому объясняю, да? Вот они как-то на бок согнуты, да? При сколиозе. Они уже с долгим течением времени, там год, 10 лет, 20 лет, да? Они уже изменили свою форму, они стали пленовидными. Если мы их вырываем, поставим на место и сомкнем, да? То есть мы сначала растягиваем тракцию, а потом смыкаем. То они могут затянуть сюда, пусть тоже не бывает, да? Затянуть сюда какие-то ткани. Ну не дай бог там нервную ткань, да? Ну а так может быть какие-то там фасции, мышцы какие-то затянуть. Да, это просто ущемление будет дополнительное. Зачем это делать? Поэтому заканчиваем опять же вытягиванием и релаксом. То есть когда мы поставили, потянули в конце и отпустили. Ну с чего начинаем? Допустим массаж мы там уже разогрели, сделали, да? Вот у него шея достаточно мягкая, можно не совсем на горячую делать, можно на холодную. Значит первое, мы ее вытягиваем за вот эти боковые мышцы, берем все вместе, да? Не разбираясь какие. Вытянули, видите, они вверх поднялись. И оттягиваем вот такой декомпрессией. Не надо, вот так вытягиваем. Промассаж мы в другом видео показываем, сейчас не буду на это просчет внимания. Теперь берем, залазим поглубже. Может без масла, хватает поверхностного там сало тела, да? Может капельку масла буквально добавить. Заглядом туда, рука стоит вот так вот на столе, да, жестко. И вот тут ассисты отростки между нашими пальчиками мы их поднимаем. В том же, чтобы шея выгнулась вот так вот. Увеличивая лордоз шеи. Лордоз мы помним, это естественный сбег, изгиб шеи кпереди. То есть вот примерно под четвертый позвонок грудной. Залезли, сам ничего не делаешь. Подобежаемый человек расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Приподняли и вытягиваем. Вот он сбоку, снимай. Выходит, 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 выходит. До самого черепа разворачиваются. Подкладываем ладошки под череп. Получается такая тарелочка. Вот такая, да, прямо на столе, видите. И потянули чуть-чуть на себя за места прикрепления мышц к черепу. Потянули и потянули. Вот это, в принципе, вот такой достаточно, достаточно по себе самодостаточный прием. Остеопатический, да. Если так делать, потихонечку голова расслабляется, отпускает зажимы. И они отражаются во всем позвоночнике, вплоть до тазовых костей. Если мы так делаем минут 40, например, да? Нам вот сейчас не надо. А где выемки? Ну, вот прямо, крепится мышца. А, где наоборот эти? Вот рука удобно самоложиться. Видите, анатомически она сюда подходит. Вот эти мышцы, вот мы их подтягиваем. Наверх? Да, наверх и вытягиваем череп заодно. Опять декомпрессируем. Мягко массируем волосную часть головы. Большим пальцем по линию роста волос. Вот так вот обходим, да? Дополнительно-то мы спускаем лимфу. Вот сюда вниз, к ключичной впадине. Вот сюда. Шею делаем мягко. Здесь можно чуть посильнее. На черепе посильнее. Вот сюда помягче. Вводим лимфу. Заодно, это почему волосную попросу затрагиваем? Чтобы его подсознание успокоилось, да? Чтобы он нам больше доверял. Ныряем еще раз. И теперь будем проходить вот между пальчиками на сосисто-отростке, да? Будем теперь их как пинг-фонг, перекидывать так друг из друга. Сделав правую руку. Как будто бы это шарики от пинг-фонга. Вот так было вправо, видите, расшатали, 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 расшатали. Опять тарелочку, опять потянули пальчиками. Волосиный покров промассировали мягко. И ушли. Спускаю лимфу вниз. Еще раз занырнули. И теперь будем с вибрацией. Опять это в стол, да? И с вибрацией расстресли их в другой плоскости. Других координатах, точнее, вот там от четвертого позвонка, грудного. Теним, 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 теним. Промассировали череп. Брови. Человек успокаивается, теряет и буддительность, как я говорю. И далее мы... Нет, пока еще не тр. Пока подготавливаем. Чтобы добраться до Атланта, как раз, да? Самый верхний позвонок под черепом. Нам надо все, все мышцы по кругу, вокруг всей шеи, да? По цилиндру вот этому. Все расслабить. Начинаем с вот этой мышцы. Вот она как раз обнажилась. Видно ее, да? Видно. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Соответственно, вот мы ее как? Во-первых, она по нежестке нельзя, да? Мы мягко ее растягиваем. Во-вторых, методом релизинга можно ее вот протянуть вдоль с упором в сосцевидное отроство, где она крепится, да? Вот место крепления. Место крепления здесь. И растянули ее. Вот на растяжение. Далее не убираем руку, а наоборот ныряем. Тянем за затылок, а предплечек кладем на челюсть нижнюю. Вот, заворачиваем. И уже другие мышцы. В основном лестничная здесь, да? Супорно в плечо растягиваем перпендикулярно оси позвоночника. Вот так. Перекладываем руку на верхнюю скулу и растягиваем к воду около 45 градусов. Видите, у нас там мышцы, заметно, да? К позвоночнику. И ты чувствуешь, да? Не убирая руку, перекладываем ее на висок и тянем. И потом уже под углом термина 10-15 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...